Добрый новый день! Сегодня вторник, 27 сентября. Я Анна Филиппова. Очень скоро, в середине октября, в Ярославле выяснят, какое туристическое событие года, какой туристический проект, самые-самые в России интересные. Защищать честь нашей республики и нашего города в Ярославль отправятся два проекта – «Родники России» и «Туристический информационный центр» города Чебоксара. Эти два проекта из Чебоксара стали лауреатами регионального этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Ваш замечательный фестиваль, который раньше назывался «Родники Поволжья», потом перерос в «Родники России», мы знаем очень давно, потому что всегда с момента основания мы всегда прислали вам туда коллективы. В этом году получилось так, что нас пригласили на две республики, мы там были, мы видели все ваши замечательные площадки, видели не только сам фестиваль, но видели и замечательную выставку «Русмастеровая», где участвовали тоже, кстати, наши мастера декоративно-прикладного творчества. Мы видели ваши замечательные маленькие площадки по всей центральной улице, которые были расположены буквально на каждом уголочке, на каждом пятачке, видели настроение людей. И самое главное, что мы видели то, что на самом деле людям это надо, людям этого хочется, и люди именно для себя делают праздник. Это самые важные и ценные. Путь в Ярославль лежал через Ульяновск, где оба наших участника стали серебряными в своих номинациях. Гостей было много. К нам приехали участники из Приволжского и Уральских федеральных округов. Самые большие делегации это Кировская область, Пермский край и Республика Татарстан. Для участников конкурса призыв «Пора путешествовать по России» не просто громкий слоган. Они и на местах придумывают что-то очень интересное, например, будет к Кикимору. Или отправляют оригинальные открытки гостям города. Специально для мероприятия мы разработали две почтовых открытки. Если вы хотите, прямо сейчас можете ее подписать. Мы наклеим марку, точнее, вы сами это сделаете. И мы отнесем это прямо сегодня на почту в любую точку России или мира. Открыточку можно отправить. Чебоксары и Чуваши впервые принимали участие в столь громком конкурсе. Мы представили 11 проектов в 13 номинациях. Это было грандиозно. То есть, когда я вышел защищать свою площадку, они спросили, типа, как так получилось. Командный дух нашей республики сказался на этом. Лично я защищал туристический информационный центр. Мне сказали, что не ожидали такой большой делегации от нашей республики. Что приятно уделено тем, что за такой короткий срок команда молодых ребят способна во главе с городом сделать такой большой проект. Те, кто ответил на главный вопрос, приедете ли вы сами на это мероприятие с другого конца страны, те и стали лауреатами. Это задавать себе вопрос. А вот если бы Ваня, Петя, Маша, Оксана такое бы событие сделали, я бы поехал, скажем так, километров за 700 или за 1000, да, плюс потратить вот эти деньги. Вот задайте сами себе вопрос, поедете ли вы на это событие. А у музейно-туристического центра города Чебоксары и особый приз зрительских симпатий. Представители нашего турцентра, одного из самых юных в стране, оплатят проезд, проживание и участие в дзиловой и культурной программе московской выставки весной следующего года. Ну а пока удачи нашим проектам в Ярославле. 4 октября в кинотеатре Мир Луксор в 18.00 премьера нового сериала. Первая серия на большом экране. Сериал называется «Западный мир» и отправиться можно в мир ковбоев и андроидов. Это все на сегодня. Ну а завтра, завтра обязательно будет новый день.